В августе Молдова отметила 30 лет независимости. Были такие речи красивые, парад был в Кишиневе прошел, иностранные гости приезжали. Но правду мало кто сказал. А правда заключается в том, что за 30 лет и вообще за 20 лет с 1991 года у нас ничего не получилось этой независимости. Не получилось, да. И надо подумать, почему не получилось. Надо подумать, что можно сделать дальше, получится ли вообще не получится. Потому что вот эти все сказки, когда говорят, что Молдова, какие-то патриоты боролись за независимость. Мы-то с вами в том возрасте, когда прекрасно помним, что все это не так, не было здесь никакого диссидентского подполя, не было никаких борцов за независимость. То есть, когда развалился путь, произошел в Москве, они уже собрались, этот Верховный Совет. Там было, между прочим, 80% членов Коммунистической партии Советского Союза. Конечно. С партийными билетами. Они избирались как Верховный Совет еще Молдавской ССР, потом уже как парламент проголосовали за независимость. И когда они избирались, этот Верховный Совет, никто вообще цель такой борьбы за независимость не ставил. Они выступали за демократизацию, гласность, за язык, за латиницу. Но независимость упала. И не получилось. Я думаю, я написал такую статью большую. Чтобы государство какое-то образовалось и консолидировалось, должны быть какие-то большие группы людей, классы их еще называют, которые этого хотят. То есть, если никто как бы не хотел этим заниматься, то оно и не получилось. И мы наблюдали несколько таких предательств народа со стороны таких групп людей, которые могли бы это сделать. Прежде всего, интеллигенция. То есть, первой, пусть они не обижаются, интеллигенция предала свой народ. Вся интеллигенция поменяла на второй день свою идентичность. Они сказали, что Молдаван нет. Что независимость это только от Советского Союза, но не от Румынии. Что независимость это переходная промежуточная станция на пути к соединению с Румынией. То есть, мы Румынии, язык наш румынский. И Молдавана, в общем-то, нет.